Спасибо. Ну, не только в стенах прокуратуры, а и вокруг прокурорских стен. Потому что тут есть уже, наметились противоречия. Вот первое противоречие. Вот генпрокурор, ну свадебный генерал? Или какой-то должен быть действительно суперпрокурором? А я скажу, он должен быть слугой закона. Понимаете, почему? Слуга закона это не супермен, прокурорский супермен, который должен все решать. Тем более мы знаем процессуальные вещи, что следователь это независимая процессуальная фигура, и генеральный прокурор не может вмешиваться в работу следователя, в работу честного прокурора. Так кто нам нужен? Первое. Второе. Вы сказали, что как не допустить, чтобы любой прокурор не стал пшенкой. А знаете, почему пшенка стал пшенкой? Да потому что дело не в генпрокуроре, а в политической системе. Потому что президент, у которого были все полномочия всегда, хочет назначить такого прокурора, который бы обеспечивал президенту контроль над генпрокуратурой. Что сейчас происходит вокруг прокуратуры? Это отсутствие понимания того, какой должна быть реформа прокуратуры, и кому должна быть подконтрольна или подотчетна прокуратура. В чем склеснулись тут вещи? Казалось бы, вещь простая. Президент подает кандидатуру, парламент утверждает кандидатуру, не утверждает, все, вопрос закрыт. Но смотрите, у нас же есть парламент, который может проголосовать за ту или иную кандидатуру, но эта кандидатура не будет пользоваться авторитетом общественности, потому что общественность требует какого-то абсолютно независимого прокурора, чуть ли не на конкурсе его избирать. А почему общественность не доверяет такому генпрокурору? Потому что она парламенту не доверяет. А почему не доверяет парламенту? Потому что в борьбе за кресло прокурора склеснулись элита отдельно, или парламент, общество отдельно, президент отдельно, парламент отдельно. И поэтому эта прокуратура, она получает удары сверху, снизу, сбоку, с космоса, с подземелья и так далее. Она получает сейчас удары в основном и изнутри. И изнутри, правильно, и изнутри тоже, потому что это создает... Вот интересно, сколько этих ударов, сколько этих скандалов мы еще увидим за ближайшие три недели. Извините, я вас перебью пока, Вадим.